Привет дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эс и на этом канале мы пьем очень много кофе и еще мы очень много сплетничаем. До сих пор под впечатлением от нашего стрима, кто пропустил восхитительный стрим, был у нас буквально пару дней назад, по этой ссылке можете пройти посмотреть. Шикарное общение, неимоверно щедрые донаты, за которые я неимоверно благодарен, спасибо всем за просто прекрасно проведенный час вместе, у нас редко бывают стримы на этом канале, но бывают они всегда метко, спасибо всем, я был очень-очень рад со всеми пообщаться. Значит у нас интересная получается ситуация, дорогие мои, во-первых Вера Брежнева, она таки уже все, считаю, подтвердила, что она и Константин Меладзе, они разбежались, как в море корабли, об этом мы говорили давным-давно, мы уже давным-давно сливали его новую любовницу, которая поет у него в группе, но все это игнорируют, ну мне плевать на всех, потому что мы все равно впереди паровоза. Значит она прокомментировала впервые свое расставание с Константином, беседе с журналистами, она заявила следующее, в сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право и так не комментировать, благодарность и уважение друг другу, да-да-да-да, эти заигрались они в голливудских звезд, ребят, вы не голливудские звезды, и вот эти вот комментарии мы разошлись из-за непримиримых несогласий, или что там такое, да? У вас и так ваша жизнь неинтересна, ваши все карьеры давным-давно заглохли, поэтому максимум, что вы можете сделать, это хотя бы рассказать сочные детали вашего развода. Про эту тему мы расстались с друзьями, мы так любим друг друга, нам лучше быть на расстоянии, я устал слушать этот бред. Ребята, вы не голливудские звезды, поэтому давайте несите нам всю чистую правду, потому что мы и сами до всего докопаемся, но вынесем это жестко, как это мы умеем. Давайте оставьте, оставьте меня, журналисты, 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 оставьте меня, не спрашивайте меня по этим вопросам. Отвратительно другое здесь, дорогие мои, просто отвратительно. То, что Вера Брежнева у нас, оказывается, теперь подалась в инфо-цыганне, значит, после развода, видимо, нужны деньги и пережив тяжелый год. Вот, бедная Вера, как она может, боже мой, от из виллы в Италии, на виллу в Москве и потом еще куда-то за границу. Бедная девочка, давайте порыдаем всей маршруткой, жалеем бедную Верочку. Ребят, пока в рамках бесплатной подготовки, все стандартно, сформулируйте желания, составьте список целей, а далее поглядим. Значит, организационные моменты, она пишет все на украинском, плевать на самом деле, знаете, если ты инфо-цыганка, неважно в каком языке ты говоришь, ты инфо-цыганка, но и тебе уважение. Я сейчас советую закрепить телеграм-канал, все задачи для самостоятельной работы, все это будет включено, после 14 дней будет открыта трансформационная платформа, где все детали, тарифы и условия мы узнаем. И дальше она дает пример, ребят, давайте сейчас немножко вникнем в этот пример. Папа хотел, чтобы я работал на нашем заводе в городе Каменском, где работал весь наш клан. Клан, мои родители, бабушки, дедушки, тети и дяди. Сейчас бы логично, что я такая умная девушка с математическим складом ума, шла по той же дороге. Но я всей душой хотел быть артисткой, и значит, я расскажу вам, как я этой артисткой стала. Во-первых, меня просто неимоверно забавляет, дорогие мои, когда каждая наследница работяги с завода называет наш клан, наша династия, наша великая, непоколебимая, просто голубая кровь. Какой клан? Работяга у тебя был в Советском Союзе папа, работяга дяди, работяга мама. Все, не нужно здесь преподносить это как нечто настолько восхитительное. Если бы было все это восхитительное, если бы это действительно было кланом, ты бы осталась в своем Каменском и работала бы, продолжала династию великих заводчат. Я не люблю, когда начинают подменять понятия и называть вещи не своими именами. Как бы сильно не было у нас уважения за то, что... Знаете, я ненавижу лицемерить. Давайте я сейчас не буду лицемерить. Не хочу лицемерить. Я буду называть вещи своими именами. Ребят, вы знаете, что такое ребята на заводе? Да, я понимаю, может зарплаты были неплохие, но заводом нас все пугали. Будешь плохо учиться, пойдешь работать на завод. Будешь плохо себя вести, пойдешь, вот будешь таким же работягой на заводе. Давайте не будем с придыханием относиться к этой тяжелой работе. Любая работа это выбор. Но давайте не будем здесь работа на заводе преподносить как что-то гламуризированное. Работы на заводе, дорогие мои, людей пугали в детстве, чтобы они учились хорошо, да? И давайте здесь сейчас будем. Клан на заводе, но потом я собралась и стала артисткой. Да, Вер, ты расскажешь нам в деталях, как ты стала артисткой в своем телеграм-канале? Ты прямо в деталях, в деталях расскажешь? Как ты упорно пела, гибко танцевала? Или ты расскажешь, как правильно лежала с правильным продюсером в постели? За эту историю я бы даже книжку твою купил, понимаешь? Вот если бы Яна Рудковская, Вера Брежнева, кто там еще из Лиагры, кто за кого там повыскакивал? Девки, рассказали бы его чистую правду. Без этих придыханий по поводу замечательных заводов в городе Каменске. Упаси боженька! Ребят, если вы сейчас начнете со мной не соглашаться, вы будете сами себе врать. Работай на заводе. Пугали, что мы учились хорошо в школе. И не работали на заводе. Лицемерия мне здесь не надо. Мы здесь называем вещи своими именами. А Вера Брежнева, серьезно, на украинском ты сейчас будешь заталкивать бедным украинцам свои истории жизненные за деньги. Одна обрубленный нос пускает, да? Я же даю еще Самойлова. Триста восемь миллионов рублей она заработала на курсе «Как заработать миллион». Доступ к курсу был от шести тысяч рублей до трехсот. Она заработала триста восемь миллионов рублей. Курс «Как заработать миллион». Я вам сейчас скажу мысль такую одну. Кто заработал миллион после курса Оксаны Самойловой, напишите мне. Я вас обязательно пропиарил. Я просто не верю, что вы существуете, понимаете? Я верю, что Оксана Самойлова заработала триста восемь миллион. А то, что кто-то, кто заплатил эти самые миллионы, заработал сам миллион, благодаря советам Оксауны, да? Все вы понимаете, откуда ноги растут. У дамы, у которой ноль каких-то моральных принципов. Это не то, что это плохо, это просто штрих к портрету. Как дама, у которой из сауны не вылазила всю свою молодость, может рассказать вам, как заработать миллион. Как заработать миллион, она может, ребят, рассказать. Это я стал инфо-цыганкой и втираю людям дичь, которая не стоит и выеденного яйца, которую можно получить в бесплатном интернете за бешеные деньги. Здесь надо Оксане продавать не феномен, как заработать миллион, а Оксане Самойловой нужно сделать курс манипуляции массами, чтобы убедить, будучи дамой, с Оксаниным прошлым, да? Чтобы убедить миллионы людей, десятки тысяч. Заплатить ей деньги. Фантастика. Давай, Вера, у тебя будет шикарная компания, да? Наследница-то великого клана, заводчан из Каменского или что-то там, откуда-то сколь дыры ты вылезла. Не нужно мне сейчас про дыру, я сам из дыры, ребят. Мы сами люди не столичные, поэтому мы имеем полное право называть вещи своими именами. Вот это ханжество, не нужно мне ханжество, ребят. Вы абсолютно со мной согласны, если даже пытаетесь сказать, что нет. Смотрим девушку Тимати. Таня. Валя. Как же сейчас? Иванова. Иванова. Сейчас. Пока я вспоминаю ее имя, мы смотрим видео, где ей дарят Порше на 20-летие. Мать. Офигеть. Вы настоящая? Это у нас, ребят, Валя. Валя Иванова. Значит, Тимати подарил ей Порше на 20-летие. Вы знаете, я выставил этот самый пост в своем телеграм-канале. У нас шикарный телеграм-канал, там почти 160 тысяч подписчиков. Подписывайтесь, ссылка в описании. И вот комментарий. Просто первый комментарий. Кто этот человек? Кто эта дама? Почему мы вообще должны знать о ее 20-летие? Во-первых, это тяжелая дама, такая, знаете, грузная, дебилая, немножко смотрящая вам в душу своими глазьями. Она утверждает, что ей 20 лет исполнилось, что она, типа, с 19 лет и что-то такое. Ей, конечно, за 30-ник или там около 30-ника, это смешно мне смотреть. На этот момент, знаете, это уже немножечко тяжела эта тема. Давайте похихикам над ее возрастом. Она врет, она себе десятку пытается скостить, не выглядя на 20 лет. Ну, ребят, ну на 20 лет, уже в 21 не будешь выглядеть, на 20, правильно, да? А здесь все-таки 30-ник, а она все 20 лет. Вы знаете, что удивительно? Я сейчас не буду восхищать тебя и баловать вас своими размышлениями по поводу их отношения. Спасибо, любимый, продолжай дальше спускать меня в космос. Так написано в своем инстаграме. У меня вопрос другой. Понимаете, да? То есть у него это работа. Его работа рекламировать непонятных девок в инстаграме, пытаться раскрутить их. Заигрался в Kanye West. Он реально, он искренне верит, что он Kanye West. И вот этих девчонок, он в состоянии из них сделать то, что делает Kanye West из своих женщин. Не тот, конечно, калибр. И вы понимаете, они полтора года уже вместе, да? Я выставил, и вот эти вот комментарии у меня под постом. Кто это? Кто это? Кто это? Понимаете, девчонки, и те, кто у вас гуляет, и те, кто проплачивает этот пиар. Кто вообще занимается вот этой организационной темой с Тимоти, да? У меня вот вопрос к вам, милые мои. Понимаете, реклама у Тимоти, она не работает. Это не работает. Реклама у Тимоти, это абсолютно выстрел никогда, потому что спустя полтора года, дорогие мои, полтора года, о ней не знает никто. Люди просто не знают, кто эта девочка. Девочка интересна. Вы знаете, она же рекламировала товары на Вайлдберрис. Делала вот эту вот нелепую абсолютно рекламу. И не то, что я здесь говорю, что рекламировать товары на Вайлдберрис, это плохо. И у меня здесь немножечко другая тема. Со тем посылом, который они несут в свои вот эти вот отношения. Реклама на Вайлдберрис, это последнее, на что ты должна соглашаться. Ну, у тебя же крутой мужик, тебе подарили Порш за, я не знаю, там 30 миллионов рублей. У тебя же весь мир твоя устрица, и ты можешь делать в этой жизни все, что хочешь, нет? Валь, вот кто ее рекламирает? Кто платит за нее, Тимоти? Прекратите. Реклама не работает, люди не знают, кто она. И они по элементарному, вот задаешь вопрос, а мы сплетники, мы здесь варимся, мы о ней рассуждали, да? Ее никто не знает. Валь, не на ту лошадь ты поставила, ну не Канье Уэст, Тимоти. Ну не Канье он, Уэст, дорогие мои. Надеюсь, послушайте, ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. Вы только что говорили, что вот в этом видео, да? Сейчас приношу свои извинения. Я сказал, Дубайс уехал в Дубай. Ну, нет, вроде как он уезжал в Дубай, да? То есть приходили вот эти вот фотографии его, что он сидит в дубайском аэропорту, после того, как вылетел из Бен Гуреона. Но возвратился сейчас и говорят, вот, пожалуйста, развозят гуманитарную помощь пострадавшим от атаки в Израиле. Вот Чубайс на своей новой родине. Сколько же сейчас ярости, сколько же неприятия людям, уехавшим из России в Израиль, которые сейчас оказались тоже в войне. В стране сейчас война, в Израиле сейчас война. Израиль победит. Но сколько же радости, ерничества и издевательств в сторону россиян или российских евреев. Евреев с российскими корнями, которые сейчас в Израиле и вроде как, ах, ну как, не удалось убежать от войны. Вот у людей прямо вот эта вот тема. Помните, мы говорили про Мия Халифа? Она из Ливии. Она не палестинка, но откуда-то из того региона, да? Это модель Мой Бой, модель из индустрии для взрослых. С ней порвали абсолютно все отношения, ее выгнали из OnlyFans. И вот она сделала сейчас официальное заявление. Единственное хорошее в этой коррумпированной черной дыре в том, что без них у Палестины ушли бы года на то, чтобы достать оружие для борьбы за независимость. Так она прокомментировала Украину, назвав ее коррумпированной черной дырой, да? Понимаете, только что в нашем вчерашнем видео, по этой ссылке можете пройти посмотреть, мы говорили про эту блогерку, которую депортировали из Германии, потому что она, невероятно, поддерживала Путина и Россию, находясь под Мюнхеном. И сейчас она сидит и говорит, господи, я лох. Это открытый текст, это ее цитата. Я лох, я абсолютно не на ту лошадь поставила. Нет будущего здесь. Сидела бы я дальше, эскортила в Мюнхене, и все было бы замечательно. Продолжала бы я тихо любить Россию, но издалека, потому что любить Россию после Мюнхена, находясь в России, неимоверно сложно. Сейчас же абсолютно безумные, огромные протесты проходят в Берлине. По всей Европе сейчас просят тысячные протесты в поддержку Палестины. И вот сейчас, дорогие мои, из Германии пообещали депортировать всех сторонников Хамаса. Абсолютно всех. Берлин проводит политику нулевой терпимости к антиизраильским антисемитским выступлениям, заявили в МВД Федеральной Республики Германия. Я напомню, буквально вот позавчера в Берлине начали помечать дома евреев звездой Давида. Звездой Давида стали в Берлине помечать дома, где живут евреи. Это практика со времен Второй мировой. Это практика со времен того, что делали с евреями лидеры Германии 30-40-х годов. Вы понимаете? И вот сейчас 23-й год на дворе и в поддержку Хамаса. Я напомню, Хамас это не просто против Палестины, да? Хамас это официально запрещенная организация, как в России. Она признается церковной организацией, в России тоже. В Европейском Союзе, в Канаде и Америке. Это официально запрещенная организация. Мы здесь говорим не про Палестину. И вы сейчас будете в Германии помечать двери евреев звездой Давида? Палестину нужно любить изнутри. Палестину нужно любить, находясь на родине, а не прикрываясь европейским гражданством. Ну, езжайте домой, езжайте домой. Евреи со всего мира сейчас возвращаются в Израиль, чтобы защищать свою родину. Почему не бросить свой немецкий паспорт и не уехать обратно в Палестину? Или это другое? Или здесь мы предпочитаем любить Палестину, находясь под сенью дубов Мюнхена? Да? Немножечко об этой его забавной ситуации с истинным патриотизмом, да? Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Ну и, конечно, сейчас я третий день уже, наверное, наблюдаю за Никитой Ефремовым. Сначала, когда я прочитал про Никиту Ефремова, я подумал, что это сын Ефремова. Михаила Ефремова. Нет. Это значит на громком имени бывший парень Дины Саевой, то есть это тиктокерка, это, да? В середине огромного скандала. Его обвиняют в продаже Пали. Значит, один блогер начал вот эту вот тему, ноги подхватили. Кратко. Никита якобы на полках своего магазинов в Москве и Дубае выставлял оригиналы кроссовок, а со склада клиенту приносили чистую пальь. При этом цену накручивал в несколько раз. Хайповый Матн Келли у него стоит сотку тысяч рублей и до бесконечности, начиная со ста тысяч. С этих сверхприбыли он открыл, значит, себе бутики как в Дубае, так и в Москве. Просто какой-то шок. Ребят, вы понимаете, это прям гигантский разбор. И есть блогеры, которые отделяют этому моновыпуски. Я не смогу рассказать вот в этом выпуске сейчас абсолютно все, потому что это заслуживает отдельный моновыпуск. Мне здесь немножко другое вот это вот пугает. То есть элементарно, даже вот просто отрывок с Бастой смотрим. Как модель? Это Форс, да? Форс. Мне не нравится эта модель. Кучу раз видел у тебя Форс. Я никогда не обувал их даже на ногу. То есть вы видите, значок Най кривой, то есть подделка. Даже подделка некачественная, то есть вы понимаете, да? И тем не менее толкают паль. Тем не менее продолжают толкать паль. Знаете, я очень много рассуждал эту тему в своем позавчерашнем стриме. Я повторю про этот самый стрим, ссылка будет в закрепленных комментариях. Я очень много рассуждал по поводу блогеров и публичных людей, и их отношения к Пали. Я понимаю, что нужно проецировать успешный успех. Я понимаю, что хочется показать, что твоя жизнь удалась. Я себе не позволяю, дорогие мои, даже думать в направлении реплики. Никогда. У меня влоговый есть канал. Вот, например, мой влоговый канал. В прошлую пятницу вышло вот это видео. По этой ссылке можете пройти и посмотреть. Меня же загнобили за то, что я посмел сказать, что я люблю аутлеты. Захожу в аутлеты. Вот с тех пор, как началась война, много покупаю в аутлетах, потому что по полной цене, например, тоже Гуччи. Уже, ну, не те возможности, дорогие мои, да? Но я не позволяю себе никогда покупать паленое. Ничего. Ну, может быть, мое отдельное отношение к подобным моментам. Меня же загнобили. Фу, сидишь в аутлетах каких-то отовариваешь. Да, ребят, да и если так, все это по-нищебродски, отоваривайтесь тоже там. Ну, это же все так дешево. Это все так доступно. И все нищеброды же только там отовариваются. Но смотря на ситуацию с Никитой Ефремовым, я просто в шоке от манеры ведения бизнеса в постсовке. Ну, неужели нельзя пойти тяжелым путем? А, я уже сказал здесь, идти тяжелым путем, да? То есть здесь мы должны действительно работать. Здесь мы должны действительно инвестировать время и рассчитывать на долгоиграющую историю. Если эта история выстроится, если эта история действительно приведет нас к успеху. А легче всего набрать Пали из Китая. Ребят, вы понимаете, там какие-то абсолютно безумные откровения сейчас о том, как это все делается. Россия становится страной Пали. Во-первых, потому что это санкции, но это элементарно так, да? Во-вторых, потому что, блин, запрещен ввоз люкса. И сейчас это будет просто анклав. Это будет просто клоака, забитая Палию. Сейчас вы будете видеть каждую вторую кассиршу. Сумка Луи Виттон, или может быть Диор, или может быть Шанель Бой, или еще какой-нибудь ерундой. Потому что это все станет серый импорт. Это вот этот вот второстепенный импорт. Как это называется в странах, где введены такие санкции, как в России? Я смотрю, что сейчас просто выводится на бешеный уровень, когда звезды приходят к нему. Ну, звезды местного значения, но тем не менее. Личные блогеры покупают у него вот эту Паль. И люди ходят по 100, по 200 тысяч за пару кроссовок, которая Паль. Ребят, я в шоке вот от этой вот всей ситуации. Люди просто безумцы. Никакой института репутации, никакого правильного отношения к собственным, я не знаю, покупателям. Знаете, я вот часто думаю, а может быть я что-то делаю не так. Может быть мне стоило бы запилить курсы, как Вера Брежнева. Толкать, я не знаю, Паленую Гуччи кому-то там, да, типа я байер, да. Чтобы заработать быстрые деньги. Да я же, блин, смотреть не смогу вам в глаза. Я не смогу смотреть вам в глаза, дорогие мои зрители. А там, знаете, как моя бабушка говорила, глаза скажут, что божья роса. Им вот просто впаривают Паль. Люди покупают, потом что-то повозмущаются. А по факту ничего не изменится. Преступление. Кто не знает, что такое Паль, это воровство. Подходить в Паленых языках, мне кажется, это так все. Сто процентов. Это как часы носить, знаете, когда ты знаешь, что ты купил их за двушку. Но ты такой, типа, 700 взял. Я вообще против Паленых вещей. То есть, ну, нету, вот я как считаю, нет денег на... Нормально, лично купи аналог какой-нибудь. Ну, вот я прям, вот я с детства, я категорически... Купи без бренда. Да, без бренда. Я вспоминаю просто часто. Мне же пытались здесь, просто как я сказал, помните, Семенович, Анна Семенович рекламирует Паль. У меня огромное количество людей, защитников Паль. Ребят, если вы не понимаете, в любом нормальном обществе покупка реплики это преступление. Это Паль. Это воровство. Рутильняшки. Это называется менталитет. В шоке от этого всего. Вот такое. Интересно, что ваше мнение. Кто, может, что покупал, кто, может, вообще одобряет позицию покупки Пали. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну, конечно, огромное благодарность всем, кто смотрит мой основной YouTube-канал. Каждую субботу выходит интересное гадание на публичных личностях. В прошлую субботу очень интересное гадание. Пускай комиссаренко это ерунда, он уже не интересен как человеку. Драма интересна. Мы разбирались с моей мамой, получилось восхитительное гадание. В эту субботу будет просто огонь. Подписывайтесь, не пожалеете. Огромная благодарность, опять же, всем за донаты. Благодаря донатам мы встанем выпускать видео на этом канале каждый божий день. Через Boosty, если кидаете донат, взамен вы обязательно получаете видео-открыточку лично от меня. Записываю специально для вас. Поздравления, привет от Антона, что угодно. И, конечно, огромное благодарность всем, кто поддерживает нашу замечательную инициативу помощи бездомным животным. Продолжайте поддерживать волонтеров, продолжайте поддерживать приюты для бездомных животных. Продолжайте доказывать всему миру каждый божий день, что мы сплетники, милые мои, умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Подпишитесь, но реально у нас здесь очень интересно. Поставьте лайк, я честно старался. И увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok